всем еще раз привет в первую очередь хотел бы сказать большое спасибо что вы здесь что вы сегодня с нами на улице не очень приятная погода пробки и так далее но все же нашли время приехали давайте поаплодируем первую очередь самим себе я хотел бы начать свое выступление с очень интересной истории эта история случилась пять лет назад когда я только пришел в эту компанию колеса групп я пришел как обычный менеджер по продажам и мне дали совет сказали если хочешь быстро достичь результата тебе надо выбрать направление и работать только по этому направлению я сказал окей подумал ну колеса компания колеса что мне выбрать в какую тему пойти и я выбрал направление подбора в том я подумал ну скорее всего реклама на колесах им будет актуально я поехал на первую встречу встреча длилась 30 минут она прошла супер клево и мы сразу подписали договор я приехал в офис и подумал блин клево наверное это золотая жила я буду работать чисто в этом направлении и я обзвонил еще семь-восемь компаний также проводил встречи делал звонки закрывал возражения в общем делал все абсолютно так же как и в первый раз но насколько сильно было мое удивление когда я начал получать вот такие ответы и вот такие ответы приходили и такие были и такие ответы были как вы думаете почему так могло произойти можете прямо с места какие-то версии озвучивать если они у вас есть усталость окей там был какой-то вариант себя поверил окей окей как через нет доверия окей да на самом деле а кто здесь вообще продажники поднимите руки окей продажников много и они поймут час о чем я говорю потому что у продажников есть какие-то базовые моменты там надо выявить потребности надо уметь дожать надо презентовать продукт и так далее и в целом можно это связать с тем что я какой-то из пунктов плохо сделал но дело оказалось на самом деле не в этом а немножко в другом и буквально пару слов обо мне меня зовут аслан я один из лучших менеджеров отдела продаж по итогам 21 23 года в целом я работаю в продаже более пяти лет и за четыре года я вырос до руководителя отдела продаж я являюсь руководителем отдела новое авто и о чем же мы сегодня поговорим мы сегодня поговорим о психотипах про партнеров какими они бывают и как они влияют на продажи в целом перед вами типология диск она была изобретена очень давно еще в 1920 году ей уже более ста лет но она себя показала супер эффективно не только в продажах но также и в чар также и в межличностном общении и сегодня мы подробно поговорим про нее как вы видите по вертикали у нас есть две ориентации то есть есть люди которые ориентируются на задачу а есть люди коротко которые ориентируются на людей и по горизонтали есть люди экстраверты и люди интроверты я думаю все понимают о чем это и в зависимости от того на что ориентируется человек и экстраверт либо он интроверт у нас есть выделяют четыре типа и давайте начнем с первого типа он называется доминирование я сейчас начну рассказывать про этих людей я думаю каждый из них каждый из вас с ними встречался потому что они супер яркие я думаю каждый кого-то вспомнит может быть узнает себя итак мы приезжаем на встречу перед нами партнер мы приветствуем его начинаем диалог как понять какому типу он относится и в частности как понять что он относится к типу доминирования это очень яркие люди они яркие как внешне так и внутренне они очень громко разговаривают у них очень активная жестикуляция они всегда уверены в себе это как правило директора по продажам это как правило коммерческие директора то есть люди которые занимают какие-то высокие посты вот окей мы примерно по первому общению понимаем что возможно это доминант и сейчас я расскажу про то как с ними работать но прежде чем перейти к этому есть одно слово которое очень сильно характеризует их это результат то есть вспомните давай вот я показывал вертикаль и горизонталь то есть это люди которые экстраверты и которые ориентированы на результат они ориентированы на выгоду то есть про этих людей можно еще сказать вижу цель не вижу препятствия при принятии решения результат это будет ключевое на что они будут обращать внимание поэтому перед вами три совета как с ними работать мы их встретили поприветствовали друг друга не нужно пытаться завести разговор о погоде какой-то small talk сразу переходите к делу они не любят лишних разговоров не любят какой-то воды поэтому сразу начните презентовать свой продукт либо услугу будьте прямолинейны как я уже до этого говорил это люди которые очень прямолинейны сами по себе и они будут ждать от вас того же самого то что они прямолинейны это плюс и минус минусом это бывает зачастую тогда когда они могут что-то сказать не подумав они могут может быть вас оскорбить либо как-то задеть но они как правило не закладывают туда чего-то плохого просто не всегда что-то говорят прямо то что они думают или в чем сомневаются и это плюс потому что часто бывают партнеры которые не говорят нам ничего говорят все классно хорошо потом ничего не покупают вот а это люди которые если что-то сомневается они вам сразу это говорят говорят какие-то страхи и есть возможность сработать с этими возражениями и третье и самое важное сосредоточиться на его выгоде обязательно покажите в чем его выгода какие-то цифры какая-то прибыль какие-то графики и так далее то есть это должно быть очень понятно для него окей давайте представим что мы заключили договор продали услугу либо товар как работать после этого то есть период постпродажи здесь важно учитывать две вещи это соблюдай соблюдайте дедлайны потому что это люди очень сильно дорожат своим временем если вы сказали отправлю сегодня шесть будьте любезны отправьте в шесть и тоже важная вещь это делитесь конкретными результатами не нужно воды там вы высылаете например какой-то отчета проделанной работе не нужно какую-то воду нужные конкретные цифры там за неделю мы достигли этого там столько было звонков столько просмотров столько лидов и так далее поднимите руку может кто узнал себя вот в этом описании кто думает что он подходит под этот тип так окей 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 а кто из вас является директорами либо коммерческими директорами мне интересно сколько совпадает окей кто-то есть окей прикольно супер идем дальше следующий тип влияния это люди тоже яркие но по-своему это люди которые также ярки наверное внешне они очень эмоциональные они улыбчивые приветливые дружелюбные которая с радостью поддерживает любой разговор который узнает как у вас дела у них богатая жестикуляция среди них можно часто встретить маркетологов продажников кстати у предыдущего типа продажники тоже часто встречается и как правило достигает хороших результатов я думаю таких партнеров тоже часто все встречали для них самое главное и ключевое это эмоции эмоции будут проявляться и при покупке и при личном общении вы приходите к ним вы их встречаете самое главное установить эмоциональный контакт здесь наоборот не надо пытаться сразу перейти к делу здесь надо поговорить узнать как дела найти какие-то точки пересечения только затем вы можете приступить к делу для них эмоциональный контакт это супер важно это люди яркие и они ценят яркость и своих собеседниках тоже и в партнерах которых они выбирают поэтому вам важно выделяться на фоне конкурентов вам важно показать вот есть рынок на рынке не знаю пять игроков мы отличаемся этим 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 мы там не знаю 20 лет на рынке мы там попали в список forbes как самое лучшее приложение мы еще что-то и так далее они это оценят они сами хотят выделяться и хотят видеть это в продукте либо услуги которые они выбирают и есть один такой небольшой нюанс эти люди которые очень общительные иногда слишком вы можете о чем-то говорить их может уносить какую-то другую степь и вам периодически важно возвращать их к тему разговора и напоминать о чем вы сейчас говорите у меня был прикольный кейс я поехал в автосалон там была девушка маркетолог она была супер общительная мы с ней классно проговорили часа два я ехал в офис думал ну наверное точно ну вряд ли до часа два ты сидишь и потом не заключаешь договор наверное странно вот но каково было мое удивление когда в итоге договор мы не заключили и то что они с вами супер общительные приветливые и так далее это еще не говорит о том что ваша услуга либо товаре им нравится просто они сами по себе очень открытые люди и важно возвращать их в тему разговора и пусть вот эта общительность она как сказать не будет для вас каким-то знаком того что все хорошо вы должны всегда фокусироваться на теме разговора и важно предлагать им один вариант если дадите два три четыре варианта они могут не решить какой вариант выбрать могут затеряться в этом выборе и соответственно не выбрать ничего поэтому лучше предлагайте как эксперт один какой-то конкретный вариант окей мы заключили договор все хорошо как затем дальше поддерживать общение постоянно поддержите контакт просто банально звоните узнавайте как дела поздравляйте с праздниками так далее для них это важно личный контакт эмоциональное общение какое-то не обязательно звонить столько по работе показывайте улучшение говорите они не ждут каких-то огромных цифр они покупают у вас эмоции в первую очередь но для них все равно будет важно знать что рекламная компания идет она продвигается все хорошо затем следующий тип у нас постоянство этих людей отличает интровертность спокойность они как правило не активно жестикулируют при этом они тоже ориентированы на людей для них тоже будет важен какой-то small talk какое-то общение но они интроверты они не экстраверты поэтому у них не будет какой-то активной жестикуляции они не покажутся вам каким-то супер общительными как правило среди них можно встретить сотрудников банка либо сервисных отделов что для этих людей важно для них супер важно стабильность то есть у них есть работа вокруг них какой-то понятный мир который они пытаются выстроить и для них важна стабильность им не нужны какие-то многомиллионные продажи по щелчку пальца какие-то рекорды и так далее для них намного важнее что у них сейчас все хорошо и уверены что завтра тоже все будет хорошо и это супер важно при презентации продукта либо услуги как работать с таким партнером для таких клиентов важно в целом понимать ваш продукт или услугу они будут задавать вам тысячу вопросов чтобы разобраться как что работает это люди которые ориентированы на других людей им важны отзывы других покупателей поэтому в работе с ними можете использовать кейсы их конкурентов похожих компании либо можете показать им отзывы ваших довольных клиентов чтобы показать что вы компания которые у которой много клиентов и все клиенты довольны в случае с ними важно не давить и не торопить потому что это люди которые боятся риска им важно все обдумать взвесить и только потом они могут принять решение у меня был случай тоже с партнером в целом я сам по себе менеджер достаточно нетерпеливые мне хочется вот заключить договор чуть ли не на месте и одного партнера очень сильно торопило ему каждый писал там когда ответ решили вы не решили и так далее и в какой-то момент понял что просто пережал человек закрылся и сотрудничество не случилось поэтому это очень важно и того как я ему писал нет на самом деле буквально в течение недели с такими людьми важно дать им какое-то время отпустить буквально на пару дней я просто сразу следующего дня начал ему написывать и ему стало видимо некомфортно не знаю я просто мои догадки вот и для этих людей важна стабильность следовательно долгосрочные выгоды и мне нужно что-то здесь в моменте им нужно что-то через день через неделю через месяц чтобы все было хорошо всегда поэтому делайте упор на долгосрочные выгоды для них будет важно понимать какие следующие шаги им важно понимать что сейчас мы здесь завтра будет это послезавтра другое через неделю что-то еще то есть не должна быть должен должна быть понятно вся картина и добавьте советы и рекомендации это люди которые доверяют другим людям они будут доверять вам как эксперту скажите я как эксперт советую вам сделать это давайте поменяем то давайте попробуем это они будут вам доверять и они это оценят может кто-то узнал себя поднимите руки если такие окей сотрудников банка у нас нет сегодня и последний тип соблюдающие сейчас буду давать описание будет сильно похож на предыдущий тип но потом объясню принципиальную разницу это люди тоже интроверты значит они не будут у них не будет какой-то активной жестикуляции они скорее всего будут немножко закрытыми не очень общительными но это люди которые ориентированы на результат не на других людей они ориентированы на результат и способ общения у них прямой то есть они прямо будут задавать какие-то вопросы не будут как-то уклончиво пытаться с вами разговаривать как правило сотрудники аналитических и либо юридических компаний для них очень важна правильность они пытаются в работе и в жизни быть правильными во всем следует инструкциям правильно раскладывают бумаги книги у них все по полочкам все по определенному порядку супер педанты пишут без ошибок и так далее то есть очень правильные люди ребята смеются может кто-то себя узнал либо кого-то вспомнил из своих друзей вот как с ними работать используйте цифры и доказательства люди ориентированы на результат они принимают решение исходя из результата вам а вот важно показать цифры и доказательства как вы придете к этим цифрам подробно объясните процессы и процедуры у них все должно быть по полочкам в голове сейчас мы заключаем договор потом делаем это через три дня делаем то и так далее у них вся картина тоже должна быть в голове демонстрируйте прозрачность и последовательность это люди которые все делают по правилам они будут ждать от вас того же это люди которые попросят у вас сертификаты договоры будут просить закрывающие документы будут придираться к договору то есть для них вот это все супер важно в презентации либо отчете не допускайте ошибок и опечаток они обратят на это внимание подумают что вы неграмотный человек и могут расстроиться поэтому старайтесь без ошибок и опечаток ваши выводы должны следовать из данных все должно быть логично последовательно и самое главное это демонстрируйте внимательность к цифрам они очень любят цифры и оценят если в вашем счете тоже будет много цифр кто-то узнал себя может быть есть есть такие люди окей уже больше супер так давайте я вопрос в конце будет блок с вопросами я закончу презентацию и отвечу на вопрос хорошо а так мы поняли что вы хотите за лучший вопрос забрать как в прошлом году давайте подытожим четыре типа у нас есть в этой типологии понятно что типов на самом деле достаточно больше и редко очень редко встретишь человека который вот сто процентов один тип как правило вы мы все берем у каждого типа какие-то качества но при принятии решений мы все обращаем внимание на те или иные вещи кто-то действительно покупает эмоциями кому-то важно чтобы визуально все было красиво кто-то на слух воспринимает кто-то смотрит чисто на цифры по этой типологии с 4 типа это доминирование это жесткие прямолинейные уверенные в себе это влияние улыбчивые жизнерадостные ориентированные на людей это соответствие или стабильность для них важно стабильность понимание что будет завтра осторожные и есть постоянство это надежный терпеливые сочувствующие я думаю каждому из вас стал может быть кто-то себя узнал а может быть кому-то стало интересно какому типу он относится если кому-то интересно можете перейти по данному qr-коду пройти тест и он вам покажет какому типу вы относитесь так сейчас я подожду ребята просканируют вот тестов на самом деле много можете попробовать поискать другие если вам вдруг покажется что результаты здесь такие сомнительные так окей все до ага жду окей также здесь рекомендации по книгам это книги в целом по межличностному общению как выстраивать отношения с партнерами как определять какие они как находить подход и так далее из всех книг моя самая любимая это эмоциональный интеллект тема очень интересная думаю про нее многие слышали и кью есть айкию есть и кью вот супер важный фактор при достижении успеха если кто не читал очень советую вот на сегодня у меня все если у кого-то остались вопросы касательно моей презентации либо в целом можете писать мне в telegram с радостью поболтаем отвечу на интересующие вопросы